Давно нас не было в эфире, поскучился народ. Так, ну что я хочу сказать? Мы ничего не знаем, никто ничего не объясняет. Этот цвет мы с Шоу называем просто гуакамоле. Или это лайм какой-то? Идите сюда, посмотрим. Вот так, девочки, не надо. Я все-таки такого никогда не видел. Пола и боди. И впереди вы видите возвращенца. Цветок необходимо привести в порядок. Берете ножницы и просто отрезаете. А может быть вы знаете, а что будет дальше? Что-то спалило, что будет очень круто. Всем приветики, меня зовут Александр Рогов. Мадемуазель Шу. Мадемуазель Шу. Вы смотрите Рогов Лайв. Давно нас не было в эфире. Сегодня вас порадуем шопинг-влогом. Поговорим сегодня о русских брендах. Поговорим сегодня о брендах, которые вернулись в Россию. Вы понимаете, что в резерт сегодня заглянем. И, наверное, еще что-нибудь прошерстим. Это шопинг-влог. Вы все это любите. Поздравляю вас, наконец случилось. И, возможно, у многих сейчас вопрос вообще, где вы находитесь. Мы находимся на Качновском проезде. Здесь находится магазин. И даже шоурум. И даже офис бренда Юуона российского. Предлагаю с обзора именно этого бренда и начать. Продолжаем поддерживать российского производителя. Да. А я вам хочу, знаете, о чем рассказать? Подходить поближе уже можно. Я вам хочу рассказать о новой неведомой коллаборации из мира моды. Это Фенди и Луи Виттон. Посмотрите, какая у меня потрясающая сумочка. И она в единственном экземпляре, потому что ее я сделал сам. Утром, да, сегодня придумал? Сегодня, да, ручечка от сумки Фенди. Сумка Луи Виттон-чемоданчик. Раз уж я про свою одежду начал. Расскажу, во что я одет. На мне моя любимая баленсиага. Вот такой пижамный, расслабленный костюм. И немножко российской моды. Белая такая трикотажная маечка-растегаечка. Можно приобрести в Рогов-шоп уже сейчас. А Тапуле. А Тапуле тоже баленсиага. А очки? А очки Энди Мельмейстер. Супер. Очки бомба. Рассказывай, что на тебе? Ну, я, как всегда, российских дизайнеров поддерживаю. Вот. Это юбка российского бренда Ола Ола. Это Яна Бесфамильная. Вот с такой вот имитацией лифчечка. Ну, даже не нарисована, а вот так пришита. Немножко маржела попахивает. Да, да, да. Вот. Это старинная косуха из Зары. Кстати, очень трендовая сейчас. На показе Прадо же были такие. Потертая, то, что нужно. Вот. Платок Фенди, кстати, сегодня видишь. Да, Шу почувствовала мой вайб. Платочек Фенди завязала. Ну, и все. И сумка вайб. Моя любимая, стиабэкс, как ты? Да, и башенка из Парижа. Башенка из Парижа. Ну, пойдемте в Юона. Магазин находится там. Сейчас будет немножко Парижа, кстати. Потому что у Юона есть звоночек на двери. Когда мы с вами в Париж ездили, я вам рассказывал, что во многие магазины можно войти, только когда вы в звоночек позвоните. Вот сейчас. Держимся за башенку. Да. Давайте держимся за башенку. Вот эту эйфелевую. И звоним. Открывают. Открывают. Здрасте. Здрасте. К вам просто так не войдешь, да? К позвоночку. Ну, знакомиться давайте, Александр. Здравствуйте, Алена. Это Оля. Я уже нашим зрителям рассказал, что у вас здесь не только магазин, это еще и шоурум. Очки, кстати, надо снять. Это еще и офис, и студия. Вообще целое креативное пространство. Хотите в мир моды погрузиться, в Юона приезжайте, все почувствуете. А познакомьте нас с кем-нибудь. Давайте тогда в офис заглянем сначала. Здрасте. Здрасте. Александр. Юлия Борисовна. Владелька. Здрасте. Здрасте. Я моя сестра, владелец бренда. Оля. Знакомьтесь с владелицами бренда. Очень прикольно мы с вами представились друг к другу. Вообще классно, что у вас здесь чувствуется атмосфера рабочая. Я это очень сильно люблю. Расскажите, что здесь происходит, что там, а потом мы вас в покое оставим. Будем уже магазин осматривать. Да. Здесь у нас сидит креатив-отдел. Креатив-отдел. Привет. Привет. Здесь у нас сидят менеджеры, обрабатывающие заказы. Менеджеры, обрабатывающие заказы. Привет. Я знаю, что там очень вообще серьезный, важнейший человек для медиа-индустрии. Пойдемте познакомимся. Это The 30 Second. Да? Так ты до сих пор называешься? Привет. Привет. В общем, самые крутые рилсы в мире для Настюшки Ивлеевой и для других вообще больших людей снимал этот человек. Да, и все монтируется здесь. Реально? Да. А ты здесь сидишь? Мы здесь работаем, да. А-а-а. Ну, в общем, самые жирные рилсы снимает он. Помнишь, ты когда-то мне писал, Саша, давай тебе что-то снимем? Я слился. А теперь думаю, блин, как же к нему в очередь записаться? Ну, еще не поздно. Ну, хорошо, что мы теперь думаем. Да. Спасибо. Мы пойдем магазин тогда осматривать, а вы работаете, креативте. А что ты там сейчас делаешь? Бухгалтерией занимаюсь. А, понятно. В общем, представил человека творческого, а он бухгалтерией, оказывается, занимается. А там у вас, соответственно, склад, да? Да. Это висят обработанные заканьями. Ага. То есть это уже то, что отправится покупателям? Да. Ага. Кухня. Привет, приятного аппетита. Это у нас мини-склад. Ну, на самом деле, я вам так скажу. Люди, которые занимаются модой, знают, что мода за красивым фасадом выглядит так. Это склад, это много вещей, все позиции, бумаг, бухгалтерии и так далее. Но во всем этом есть та атмосфера, о которой многие из вас мечтают. Да. Класс. Ну что? Атмосферно. Очень атмосферно. Я предлагаю тогда вам, дорогие Юона, заняться своими делами. Да, а мы... У нас много работы. Да, да. А мы тогда пойдем, соответственно, смотреть, что же здесь можно купить. Так, что я знаю про бренд Юона? Это однозначно не бренд некой нейтральной, незаметной базы. Потому что в последнее время расплодилось столько магазинов, которые делают одно и то же. И вот у Юона точно есть лицо. Даже вы сейчас вот можете оглянуться вместе с нами. Тут и зеленый, и розовый, и зебра, и сетка, и секси вещи, и какие-то толпы с необычными вырезами, теннисные юбки. Предлагаю прямо, наверное, и начать оттуда. Да, я много трендов уже вижу, хочется это хватать. Ага, ну сейчас будешь хватать. Ну, мне кажется, вот это прям максимальная Юона, да, для девушек, которые не боятся демонстрировать. Хотят показать себя во всей красе. Да. Ну, на самом деле, это один из трендов. Это один из трендов, такие голые платья, когда есть много всевозможных завязочек, полосочек, веревочек, и даже рукава еще отстегиваются. Так что это настоящее платье-трансформер. И вот такую, вроде бы, на первый взгляд, сложную вещь можно упростить, и жакет набросить сверху, и какой-то кардиган объемный, да все что угодно. Трикотаж добротный, плотный, будет вас собирать. И давайте ценовую политику бренда оценим. 7550. Супер. Отличная цена, в общем, если вам есть что показать, и вы всю зиму качали пресс, вам сюда. Кстати, пресс, тут руки скорее. Ну, знаешь, все равно. Вот, кажется, это как раз внутри шнуровки. Шнуровки, еще один из трендов СИЗО, это суперголые брюки, наверное, так их назову. Единственное, что трикотаж достаточно тонкий, и вот эту зону нужно очень аккуратно свою преподнести. Вот, девочки, вопрос. Вот, например, если вот тут впивается, можно что-то туда подложить? По-моему, есть какие-то специальные подкладки, которые паховую зону правильно... Да, можно подложить, во-первых. Во-вторых, мне кажется, можно просто что-то удлиненное надеть. Ну, естественно, самое простое, с такими обтягивающими брюками или джеггинсами надеть что-то удлиненное, паховую зону прикрыть, либо посмотреть так, чтобы, как бы, ну, не все анатомию было видно. У шну, кстати, отличное предложение. Вот такие брюки, открывающие практически полностью ногу, классно преподнести не только, да, с секси-топом. Конечно, так тоже можно, я знаю, есть девочки, которые любят максимум тело показать. Наденьте сверху объемную, гигантскую, серую, меланжевую толстовку. Будет очень круто и с грубыми ботинками или белыми кедами. Так, цена. Давай. Цена. Цена этих брюк 6900. Хорошая цена. А давай, подожди, прежде чем карго покажем, вот ты тут этот топ доставала. Мне очень нравится бренд один, западный, называется он Dion Lee. И они делают вот такие хитрые топы. И стоят они, правда, очень дорого, и заказать сейчас их в Россию нереально. А вот это офигенная альтернатива Dion Lee. Смотрите, какой прикольный топ. При этом это, на самом деле, два топа. Понимаете, что это просто кроп-топ практически спортивный. Есть отдельный топ, как такая майка-алкоголичка спортивная. И можно поверх чего-то другого вообще ее надеть. Поверх даже какой-то, например, слим-футболки. Или под жакет. Будет супер. Сколько стоит? Так, а где цена? Сколько стоит? Девочки, а сколько вот такой топ стоит составной? Цены нет. Сейчас узнаем цену. Давай, поюз. Неизвестно? Ну ладно, расскажут сейчас нам. В общем, узнаете, скажите. Ладно, зрители спрашивают наши. Трикотажные юбки, я знаю, это одна из фишек бренда. Тоже трикотаж всевозможный. Мы сейчас увидим и юбки, и топы, и джимпера. И наверняка зимой здесь еще и кардиганы, и свитеры появятся. Здесь есть еще одна из трендовых вещей сезона. Это брюки в стиле нулевых. Эти еще из ткани, похожие на то время. Такая блестящая, лоснящаяся ткань с накладными карманами. Как будто бы это, знаешь, группа TLC или Sugar Babes какие-нибудь. Или, может быть, Spice Girls. Вот это оттуда. Я бы сюда даже какие-то кроссовки на платформе предложил. Смотри, у Тома Форда прям похожие. Идите сюда, посмотрим. У Тома Форда практически то же самое. Только брюки Юона стоят 5950, а у Тома Форда такие брюки будут стоить 2000 долларов. Вот просто. Тоже карго из атласной ткани. Если хотите, потом еще резиночки сюда вставите, чтобы, например, брюки карго такими были напускающимися на обувь. Так, брюки прикольные. Главная юбка сезона, теннисная юбка. Еще и суперкороткая. Тоже и с кроп-топом, и с бомбером, и с какой-то объемной рубашкой. У Дианы классные луки, у принцессы были с теннисной юбкой. Ну, мы вообще фанаты принцессы Дианы. Вы вообще тоже можете для себя найти икону стиля, которая вас вдохновляет. И считывать комбинаторику, считывать какие-то стилистические приемы. Вот такая теннисная юбка отлично впишется и в сексе луки, даже с туфлями на каблуках, и с каким-то затейливым топом. А также что-то базовое. Носки, кроссовки. Или те же самые, не знаю, конверсы. Толстовка университетская какая-то. Да, толстовка университетская. Про них мы вообще вам сто раз уже рассказывали. Юбка эта отличная. Легкая, воздушная, летняя. Стоит 4 900. Вообще цены супер. Симпатичный микробомбер. Вообще здесь можно много найти вещей для заигрывания с темой нулевых, с темой 90-х. Вот отличный бомбер из приятной очень ткани. Качество, кстати, тоже хочу оценить. Все хорошо. Швы ровные. Молнии добротные. Нитки здесь нигде не торчат. Это вам не какой-то позорный масс-маркет. И такой бомбер стоит 6 550. И вещи вроде бы затейливые. При этом и фоновыми их тоже можно сделать. Все зависит от стилизации. Вот, Саша, ну так красиво. Плессировка твоя любимая. Да, кстати, затейливые вещи, я так понимаю, вообще являются одной из фишек бренда. И я обожаю плессированные юбки. Но это-то не просто плессированная юбка. Смотрите, тут асимметрия. С одной стороны она короткая, с другой стороны удлиненная. Здесь будет видно ногу. И тоже луков можно с ней придумать миллион. И что-то театральное, парадно-выходное. И что-то базовое. Юбка отличная. И смотрите, еще асимметричный подол. Прям такой олд селин. А есть еще, кстати, такие юбки в других цветах? Вот я вижу синюю. Посмотри, пожалуйста. Синяя отличная. Юбка стоит 7950. Очень рекомендую. Вообще, вот сейчас это моя самая любимая находка из всех, что я вам показал. Юбка вообще бомба. Выглядит супер дорого. Абсолютно как классная, добротная дизайнерская вещь. А цена абсолютно человеческая. Ну, еще одна из моих любимых вещей – это юбки, скроенные по косой. И эти тоже интересные, что они удлиненные. Опять немножко в стиле нулевых. И по бокам есть разрезы. То есть, если вы пойдете в магазин масс-маркет сегмента, вы найдете юбки, скроенные по косой тоже. Но они будут примерно вот такой средней длины, без разрезов, максимально простые. А здесь есть боковые разрезы и хорошая длина. Можно, опять-таки, поиграть в 90-е и нулевые. И юбка стоит 5,350. Ну что, цены вообще супер. Я о бренде знаю давно, но в магазине мы впервые, как вы поняли. Поэтому меня все удивляет. Но мы почти одно и то же схватили. Эти платья очень классно будут смотреться на фигуре. Смотрите, здесь тоже изображен бюстгальтер. Здесь будут прозрачные вот такие вставки. Это и секси, и достаточно деликатно. Сколько стоит? 7,350 стоит. А, вот кардиганы. Собственно, я говорил, что кардиганы встретим. Вот добротный кардиган из хлопка. В одном размере, как я люблю. Точно не прогадаете. И вот такой объемный кардиган на разных фигурах. Просто будет по-разному смотреться. На ком-то как суперобъемный, на ком-то как чуть более фит. И цвет очень приятный. И симпатичный. Очень классный. Смотри, Саша. Ну, тренч это вообще суперинвестиция. И здорово, что русские бренды взялись за хорошую верхнюю одежду. Приятный. С напылением как будто бы. С такими интересными здесь и палетами. Смотрите. Очень хорошо. А цена? Цена. Ну вот, я все-таки думаю, нам в шоуруме надо тоже цены повесить. Неудобно. А сколько тренч стоит? 18 тысяч. О, 18 тысяч. 18 тысяч. И про топ тут нам сказали. 2 950. А тренч сейчас скидка. Сейчас скидка? Скидка. Она что, на все? На тренчи. На тренчи еще скидка 15%. Это вообще то, что надо. Потому что вы же... 16 108 рублей. 16 108 рублей стоит. Да, Саша, готова. Скидка на тренчи – это супер. Потому что готовь сани летом, а лыжи готовь тоже летом. А я нашел, кстати, тренч, который мне еще больше нравится. Смотрите, этот более базовый, с таким напылением, интегрируется в любой гардероб. А этот – это когда у вас базовый бежевый уже есть, можно купить вот такой тренч из плащевки. Он облегченный. Его можно будет даже носить летом, например, прохладным вечером. Вот сейчас весна прохладная. Вот это супер находка. Очень классный зеленый цвет. Он до сих пор актуален. Да, мне нравится, что он легкий, как такой тренч-дождевик, что ли. И из-за того, что он легкий и достаточно пластичный, и форму держит, его можно и в платье превратить. Внутрь надеваете, например, черное белье и надеваете его как платье, подпоясываетесь этим поясом или, например, каким-то контрастным ремнем. Будет топчик. А Шу нашла то, что уже на себя нацепить хочет. Платье-сетка с высоченным разрезом. Да? Угу, мне нравится. Очень круто. А вот трусы модные, смотрю. Еще модный тренд сезон. Я бы даже себе такие купил. Смотри, класс. Смотрите. Просто а-ля такие, ну даже не семейные трусы, такие шортики в стиле 80-х. Шорти два зеленые. И сейчас закачаетесь. В общем, это можно носить как самостоятельную вещь, а еще один из трендов – это носить под другие брюки. То есть вы надеваете такие шорты, трусы, а брюки должны сидеть ниже. Вот эту часть резинки нужно видеть. Под карго можно надеть такие шорты, под джинсы, под вот такие, например, пластичные брюки, как на мне. Будет вообще топчик. Но это, конечно, для смелых и, опять-таки, для тех, у кого вот здесь лишнего ничего нет. Ну, типа так, да. Так, с этой стойкой разобрались. Глянем, что здесь. Ну, явно владелицы бренда любят секс. Кто же его не любит? Пожалуйста. Джемпер с надписью «Sex Packs Mivi Max». Джемпер из, насколько я понимаю, хлопка тоже. Ну, классный, современный фасон, чуть подстреленный, с широкими рукавами. В общем, если вы любители сделать заявление при помощи одежды, вот то, что надо. Классный цвет. Так, этот цвет мы с шоу называем просто «гуакамоле». Или это лайм какой-то? Лайм. Ну, ладно, этот цвет мы называем просто «лайм». Я обожаю, когда вот такой оттенок миксуется с неожиданными цветами, например, с коричневым, с бордовым, с голубым. Эта юбка будет смотреться классно, но если вы не настолько смелые в цветовых сочетаниях, можете, например, миксовать с белым, с бежевым, с нейтральным. В общем, используйте либо мое любимое правило, правило нейтрализации, и мы успокаиваем яркий цвет, например, белым, бежевым, какими-то нейтральными оттенками. Либо используйте мое правило «усложнения», и мы сочетаем еще более необычные оттенки с этим. Ну, тоже в черном цвете. Но мне в белом. Я считаю, что теннисная юбочка белая – это вообще топчик на лето, прям топчик. Юбка классная, вот эта на резинке, скроена она не по косой, поэтому если будете покупать эту юбку онлайн, обязательно измерьте свои бедра, чтобы юбка вам подошла, потому что она вот так не тянется. И юбка эта у нас стоит, сейчас узнаю, юбка эта стоит 4950 рублей. Смотрит то, что вы хотите еще на костюмчик. Футер классный. Прогулочный костюмчик. И, как я люблю, футер, подходите поближе, посмотрите, петельчатый. Видите? Летом вы в нем не зажаритесь и будете чувствовать себя отлично. А я, знаешь, хочу еще погуглить, что про его напишут еще. Давайте какие-то факты о Ювона. Так, факты о Ювона. Да, ты там пока ищи что-то, а я буду читать факты о Ювона. Ну, первый факт о Ювона. Бренд про секс и сексуальность. Я все разгадал. Этот джемпер нам сообщил. Так, важный акцент на стоимости и качестве вещей. Стоимость, правда, очень приятная и качество вещей подтверждаю хорошее. Что еще интересного? А, вот интересно, кстати, это зрители наверняка спрашивали бы. У бренда есть шоурум в Москве, где мы сейчас находимся. В Санкт-Петербурге есть магазины в Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге. И скоро магазин откроется еще и в Сочи. Про трикотаж здесь пишут качественный. Про трендовые цвета здесь есть все, что реально сейчас актуально. Вот эта стойка максимально модная. Это фуксия, это лайм, это зеленый. Та стойка поспокойнее. Это электрик блю, это голубой, черный и белый. Давай еще какой-нибудь факт прикольный найдем. Производство собственное. Собственное производство, это, кстати, правда, очень круто. И это значит, что бренд правда может контролировать качество. Есть свой экспериментальный цех, есть свое производство, где все это отслеживается. Ну и последний факт еще раз о сексе. Бренд о сексуальности. Ну, видели хозяек, девушки, очень секси. Так, что еще мы здесь посмотрим? Я обожаю жакеты. И вот, например, есть небанальный жакет. Видите, немножко даже напоминающий Бальман. Бальман, да. Да, очень глубокий такой запах, достаточно широкий. Немножко в стиле 80-х. Красиво, лацканый, симпатичный. Черная юбка на резинке. Это опять... А, а вот эта юбка по косой скроенная, смотрите, вот юбка зеленого цвета Lime Guacamole не по косой, а вот эта черная скроена по косой. И чем хороши вещи скроенной по косой? Видите? Вы можете их немножко растянуть. Это значит, что юбка идеально сядет по вашей линии бедра и будет линию бедра корректировать. Юбка отличная. Вот даже вариант. Белая майка-алкоголичка, расслабленный черный жакет или пиджак вашего бойфренда. И вот такая шелковая черная юбка. А будь можно даже шлепки, как на мне. А я бы рекомендовала вот эту длину, смотрите. Вот это вообще бомба. Ой, это... Следующая юбка, фаворитка моя. Это юбка в стиле 90-х, длинная, с боковыми разрезами. Можно луки в стиле Сестер Олсен, например, запилить. Да? Это мне очень нравится. Да, это офигенная ДВ, кстати. Цену посмотрим. Вот эта средней длины стоит 4 950. А вот эта длинная сколько? 5 350. 5 350. И вот классные трикотажные кроп-топы в лапшу. Мне очень нравится. Вообще бомба. Брюки с защипами. Вот еще классная футболка. Даже сказал бы майка. В прошлом сезоне очень все их любили. Но мне очень нравится этот фасон с подплечниками. Поэтому если у вас похожая футболка в гардеробе уже имеется, продолжайте носить с удовольствием. А если не успели в прошлом сезоне купить, вот можете купить фиона. Такой с необычным кроем. Смотрите, она вот сюда немножко сужается. Здесь вы видите подплечник. Очень хорошо будет смотреться. Из-за того, что здесь есть объем, видите, получится складка, которая будет корректировать линию руки. Я знаю, что многие девушки не любят, когда видно вот эту зону. Вот как раз-таки эта складка, идущая от подплечника, будет часть руки скрывать. Отлично будет корректировать фигуру. Вот Шу себе лук собрала. Знаете, что я еще предложил бы? Купить вот эту футболку с подплечниками. Сейчас скажу, сколько она стоит. Она стоит 2,950. И можно на нее нанести какой-то принт. Да. Вот ты знаешь, в Москве, кстати, какое-то место, где принт можно сделать. Да. Как они называются? Ямайка, по-моему. Ямайка. В общем, найдите Ямайку. Придумайте какой-нибудь слоган, слово, может быть, любимую фотку. Вот у Шу есть, что там, футболка с портретом Демны, например. Купили футболку за 2,950, нанесли свой принт, купили вот такую юбку в стиле нулевых. Шлепки, тапки, конверсы, кеды или грубые боты. И вы самые модные, да. Вьетнамочки. И вьетнамочки. Классные вьетнамки мы, кстати, видели на такой платформе кожаной в Эконике. Да. Ну, мне нравится прям супер. Зебры еще здесь есть. Это тоже все про секси. Вот такие трикотажные бандажные платья. И, кстати, хочу вам рассказать о грядущем тренде. Вы, может быть, помните все про бренд Эрвележе, который делал такие платья-резинки. И вот сейчас обещают реинкарнацию всех этих платьев. Возвращаются они в моду. Платья, бандажные, резинки, которые будут вас собирать и утягивать. Вот прекрасный вариант. Эрвележе стоит тысяч под сто. Если не дороже, это стоит 8,550. Из хорошего трикотажа. Здесь все красиво, добротно. Однозначно Рогов рекомендуют. Поэтому чекайте Ювона. Если в вашем городе Ювона есть, заходите. Или покупайте онлайн. А как ваш онлайн-магазин называется? Ювона.ру через дефис написано Ювона. Ю-Вона? Да. Все очень просто. Ювона.ру через дефис, через черточку, через палочку такую. Ю-дефис.ру. И вот это еще мне нравится, кстати. Везде много трикотажных джемперов. А это интересный такой симбиоз джемпер, который подружился с пола. Смотрите, какой классный цвет. Какая пластичная вещь. Здорово будет драпироваться. Можно вот так подчеркнуть линию талии. А моднее всего носить, конечно, вот так на выпуск. И с той же самой черной юбкой в пол, которую Шу вам показывала. Контрастный, красивый будет лучок. И вот еще лук в стиле нулевых. Гуинни Пелтроу, мне кажется, в таких прям чуть ли не на красную ковровую дорожку ходила. Дженнифер Энистон такие обожала. И он стоит 4750. Классно, что очень плотный, пластичный. И будет хорошо вас опять-таки собирать. И вот с такой шелковой юбкой в пол будет вообще супер. Юбка фаворист. Да, юбка фаворит однозначный. Так, ну что я хочу сказать. Мы, не подслушивайте нас. Мы сейчас будем выставлять оценки Юона. Значит, Юона ставим 5 за дизайн. Юона ставим 5 за качество. Юона ставим 6 за ценовую политику. Юона ставим 5 за чистоту в зале. Все очень чисто, аккуратно. И все супер приветливое и приятное. Мне кажется, здесь даже кофе могут угостить, да? Конечно. Вот сейчас предлагаю угоститься кофе и поедем дальше обзирать другие бренды. Да, Юона супер. Юона, вы супер. Давайте друг другу поаплодируем. А еще нам не Гина тут показывает, что у Юона есть вот такой неземной агрегат. Мы просто в будущее перенеслись. У бренда есть свой плейлист. И можно прийти сюда, например, выбрать песню, которая должна играть во время вашего шопинга. Класс. Вот я, например, считаю, что во время нашего шопинга должна играть песня Crazy That You Love Me. Есть такая песня вообще? Вот она. Она уже играет. Это играет она. Вы понимаете? Ну, это прикольно, да? Прикольно, да. Так, шу из Юона весь покупочек не ушла. Как вы понимаете, черная юбка. Отправился в мой кардерак. И не только юбка. Мы находимся в районе аэропорт, поэтому едем в авиапарк. Предлагаю идти в резерв сразу. Они открылись. Посмотрим, чем торгуют. Что там, собственно, купить можно и нужно ли. И чекнем еще что-нибудь, может быть, из больших русских. Какой-нибудь, не знаю, Love Republic или Zarina или Lime. Ну, посмотрим. Ну, что-то такое, да. Но в резерве пойдем точно. Нужно понять, что же там такого, что там вообще сейчас есть и что они продают. Да. Да? Хорошо. Едем. Да, вы, кстати, смотрите Rogue of Life. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Ваша активность важна. И будем продолжать вас радовать. У нас много, на самом деле, планов. Мы придумали несколько новых форматов. Надеюсь, они вам всем в будущем зайдут. Ну, а пока радуем вас, как можем, шоппинг-влогами. А я могу уже сказать, что все-таки будет обзор Мэтт Гала. Конечно. Будет вам обзор Мэтт Гала. Скоро будем снимать. А с кем? А с кем узнаете? Что-то спалило, что... Ну, ладно. Знаете. Так, наш любимый аквариум в авиапарке. И впереди вы видите возвращенца. Резервт. Единственное, что, насколько мы понимаем, бренд в России сменит название. И я не до конца понимаю, что будет происходить дальше. Что там будет продаваться? Будет ли там продаваться резервт просто в магазине с другим названием? Или будут другие бирки? Мы ничего не знаем. Никто ничего не объясняет. Но, видимо, однажды мы все это поймем. А пока давайте оценим ассортимент магазина, что там продается. Пойдемте. Ну, здесь только, Саш. Ну, все обрадовались возвращению. Ну, во-первых, можно за нас порадоваться, что есть еще один магазин, где можно купить джинсы. Потому что это одна из проблем. И, наконец, снова в доступе есть джинсы за 2599 рублей. Ну, джинсы, как джинсы, ничего интересного. Ну, вот эти, может быть, можно порекомендовать стандартные. Мамс джинсы обычные. Ничего такого. Вот, белые есть еще джинсы за 3299. Ну, неплохие. Вот такие ключи. Вот более-менее модные, прямые, еще драные снизу. Ой, вот эти мне нравятся, смотрите. Прямо как будто бы собака покусала. Тоже 3299 рублей. Хорошие, добротные, голубые, прямые, модные джинсы. Трикотажные кофточки по 1999 рублей. Вот забавная курточка. Похожа немножко чем-то на Изабель Моран. С наивным таким цветочным узором. Стоит 4600. Такая из ваших фуфаечки, да? Ну, такая фуфаечка, да. И вот если мы, например, сейчас были с вами в Ювона, и я говорил, что там хорошее качество, прямые швы и не торчат нитки, то вот здесь, конечно же, вот классический масс-маркет. Вроде бы вещь симпатичная по дизайну, но не такой контроль качества, торчащие нитки. Вот здесь торчит чуть-чуть пух, не до конца здесь дошито. Ну, вот пример того, что такое масс-маркет. Вот, давай, антирекомендасьон. И антирекомендасьон от Мудмазель Шу. Ну, как бы, ну что это? Это как будто, знаешь, со склада, что не продавалось, 100 лет повесили. Вот прям нет. Ну, тут нет, на самом деле, уже много. Вот нет. Вот этот экземпляр нет. Трикотажное платье. И опять буду сейчас сравнивать с Ювона. Мы видели платье из плотного такого упругого трикотажа. Здесь это все такая сопливая достаточно ткань. Они еще и полупрозрачные. Вот я вас вижу. И вот. И цена, знаете, 3600. Почти такая же, как в Ювона. Ну, кеды ничего, кстати. Ну, так. Кеды симпатичные. Немножко в стиле Селин. Ретро эстетика. Цена 3999. Ну, могу порекомендовать. Если у вас небольшой бюджет, их можно купить. Летом будут смотреться здорово. Ретро кеды. Спросите, с чем носить. И с джинсами, и с платьями в милый цветочек. Это тоже антирекомендацион. Мы любим жакеты из эко-кожи. Но этот, конечно, выглядит максимально дешево. Не соответствует цене, которая здесь указана. Некрасивая лацкана. Не до конца все это вывернуто. Мы, кстати, недавно были в магазине бренда, о котором еще ни разу не рассказывали. Есть такой бренд Элис. Российский. Вот там мы нашли офигенные жакеты из эко-кожи. В стиле Селин. С дорогими пуговицами. Вот в Элис можете за жакетом заглянуть. А вот этот в резерв тоже, наверное, все-таки нет. Как качество, пожалуйста, потрогаю вот это. Ну, ну как. Мы давно не были в магазинах масс-маркет-сегмента. Вот так выглядит масс-маркет. Вот джинсы. Ну, пока, пожалуй, джинсы. Джинсы. И вот куртка из денима висит. Объемная. Но в магазине просто ажиотаж. Куча народу. Все шарятся, что-то ищут, покупают. Соскучился народ, соскучился. Вот класс. Мы, видимо, к трендовой стойке пришли. Смотрите, есть вот такие шортики-краше. Классные. Такие радужные. За 2,599. Это для тех, кто хочет этим летом помодничать. Или отправиться на какой-то музыкальный фестиваль. Типа Куачеллы. Да, в руках ушу. Куртка неплохая. Укороченная, правда. Но достаточно объемная. Просто рекомендую купить максимальный размер. С интересной текстурой. Прожила чуть-чуть, да? Ну да, кстати, похоже. Вот даже целый костюм есть. Это один из трендов сезона. Total Denim. Джинсы и куртка, например. Или джинсы и жакет. Джинсы и какой-то топ. И мне нравится, что это одна и та же текстура. Вот такое я люблю. Можно в целом надеть джинсы. Куртку чуть побольше. И какую-то более затейливую обувь. Некеды. И симпатичное платье. Смотрите, какая ткань интересная. Видно, что она переливается? Видите? Она вроде бы оранжевая, но когда она преломляется, мы видим такие золотые, розовые, голубые, оранжевые разводы. У жучков, да? Да, платье симпатичное. Да, платье жук. 4599. Суперлетняя с открытой спиной и драпировкой. Я даже вам показать его не могу на вешалке, потому что это тряпочка. Конечно, его надо надевать, чтобы оно распределилось по фигуре. На спине будет шнуровка, такая Нэнси Дожака. Или как она там называется? Здесь просто какая-то свалка. И юбки, и рубашки, и платья, и трикотаж. Но я даже в этом ковыряться, честно говоря, не хочу. Пойдем вон туда или вон туда? Как ты думаешь, это все, что висело? Был три месяца, да? Новая же, вряд ли они успели привезти. Ну, либо к ним приходила какая-то поставка новая в процессе. Вот этого не было, точно вот этого. Да, здесь даже пальто какие-то стеклянные есть. Ну, вот это прям на ощупь максимально неприятно. Пальто стоит 7 тысяч рублей. Не рекомендую, но цвет неплохой. Летний тренч за 9 тысяч рублей. Вот этот, кстати, хороший. Смотрите, его нужно будет просто отпарить, привести в порядок. Объемный тренч на роговых пуговицах с отлетной кокеткой. Если вы такой купите, 9 тысяч рублей нормально. Но, опять-таки, вы должны понимать, что видно, что качество так себе. Швы достаточно кривые. И вот здесь тоже на кокетке торчат нитки. Вот можете даже посмотреть. Видите? То есть контроль качества, конечно же, у масс-маркета значительно ниже, чем у российских брендов. И, кстати, о классных русских брендах я часто рассказываю на моем телеграм-канале. Подписывайтесь на меня, Рогов24, в поисковике вводите. И увидите там много всяких подробностей о моей жизни. Много кружочков и подборки российских брендов в частности. Но это по качеству, конечно, далеко от совершенства. Вот это я вообще не понимаю, что это такое. Это ширпотреб. Вот это, это просто адский ширпотреб. Ну что это? Ну а вот это вот что? Ну, это симпатично. Мне нравится, что тут хотя бы фасон современный, что-то объемный жилет. С, кстати, достаточно симпатично выглядящими пуговицами. Я тоже рекомендовал бы, возможно, это купить за 4599 рублей. Но тоже всякие нитки нужно подобрезать и привести жилет в порядок. Ну и по соседству вот это. Ну, как бы, ну вот что это? Это даже покупать стыдно за 2600. И это качество. Спортились очень сильно. Смотрим, что это. Видимо, резерв за качество получит вообще двойбас сегодня. Вот это классная блуза. Смотрите, немножко в стиле Гуччи. Можно было бы, да, обыграть... Клешками. Да, как это любит Александра Микелия. Какими-то клешеными брюками. Может быть, даже с рисунком укороченной из парчи. Сюда еще ленточку бы я повесил, какую-то на бантик завязал бы. Лоферы, носки контрастные. Было бы здорово. Вот это мне нравится. Стоит 3599. Вот вам даже покажу вот так на вешалке. Не бойтесь того, что блуза прозрачная. Внутри может быть, например, контрастное кружевное, прям черное белье, чтобы его было чуть-чуть видно. Или можно купить трикотажный топ, который просто закроет белье. И вот эта блуза по качеству мне нравится. То есть здесь нет очевидно торчащих ниток. Хорошо сделаны драпировки и оверлок вот этот, использованный в обработке валанчиков, тоже неплохо исполнен. Саша, вариант еще из платья. Но мне вот блузка больше нравится. Блузка прям похожа на модную. Платье тоже неплохое. И принт этот симпатичный. Но это нет. Вот это скорее я посоветовал бы блогерам, влогерам, тиктокерам. Потому что в кадре вот такая юбка смотреться будет классно, но очень уж тонкая ткань. Прям не держит форму. А это все-таки твид. Она должна быть такой добротной твидовой юбкой. Вот такая прям тонковатая сопливая тканюшка. Это тоже нет, это тоже нет. Вот брюки, если вдруг вы ищете с защипами, я рекомендовал бы купить побольше, чтобы они на бедрах сидели. Чтобы прям свалились и тоже носить, например, с вьетнамками или какими-то тапками. Вот эти по качеству неплохие, 3599 рублей стоят. Наверняка можно на сайте купить. А вы не знаете, сайт резерв тоже заработал? Можно онлайн заказывать? Пока что вроде нет. Еще нет, да? То есть пока магазин работает только оффлайн. А может быть вы знаете, а что будет дальше? Дальше будет резерв продаваться или это какой-то новый бренд будет? А реорганизация произошла. Ну а бренд будет этот же. Да, потому что он называется и продолжает его станет. А ассортимент будет бренда резервт. Ничего неизвестно. Короче, никто ничего не понимает. Работники тоже не понимают. Произошла реорганизация. Магазины бренда будут называться Ре, насколько я знаю. Какой будет ассортимент, непонятно. Будет ли на одежде бирка резервт сохранена или нет, тоже никто не знает. В общем, ждем. Насколько я читала, что выкупили поставщики. Сами поставщики. Кто им делал одежду, а не выкупили. Поэтому либо останется название резервт, но магазин будет называться Ре, либо на одежду, которая будет поставляться на территорию Российской Федерации, будет нашиваться другое лого. Кстати, говорят, что Зара тоже подумывает о возвращении. Возможно, тоже будет смена названия. Представляете? Будет не Зара, а, например, Зара. Или Зара. Или Ара. Ну, Ара вряд ли. Ну, вот еще брюки симпатичные. Я понимаю, что все прошлым летом зеленого наелись, но в целом зеленый пока еще актуален. Смотрите, классные брюки. Мне нравится, что здесь интересные вот такие застрочки есть. Стрелки. По качеству могу сказать, что они исполнены неплохо, хорошо подшиты. И тоже я рекомендовал бы такие брюки не на талию тянуть, а носить чуть на бедрах. Вот так будет смотреться. Даже вот облузка в стиле Гуччи к этим брюкам подошла бы. Шу, что там? А это, знаешь, немножко платье в африканском стиле для звезд в Африке подошли бы. Но как-то вот в московскую реальность все это не вписывается. Это прям курортное платье. Да, да, классно. А из хлопка купить в поездку, его будет не жалко. На пляж в нем шарахаться и на мокрый купальник надевать. А вот это мне нравится. Вот смотрите, да, два разных платья. Вот это для меня все-таки это пляжное платье на одну поездку, чтобы вам было его просто не жалко. Вы яркая, нарядная, на пляже вас родные, близкие сразу заметят. А вот это платье модное. Это какая-то сжатая ткань. Цветы выглядят как набивные. И вот это платье, согласитесь, выглядит гораздо дороже. И вот это как раз-таки городским сделать можно. Немножко в стиле Симон Роша. Это еще модное и называется это попкорн текстура. Это попкорн текстура. Вот это африканская текстура, а вот это попкорн текстура. И попкорн текстура в резервт вам обойдется в 4999 рублей. Это да. Это нет. Только на курорт. Еще юбка, которая стеркнет. Это очень красивая юбка, мне нравится. А это, смотрите, вот это попкорн текстура немножко Симон Роша, а вот это вэтмо, например. Тут хочется нашу любимую черную толстовку, гигантскую, может быть, на зипе. Туфли с острым мысом черные. Там, кстати, похожие трикотажные какие-то туфли были, ботильоны. Будет хорошо. Вот боди сетчатая, симпатичная. Просто трикотажные какие-то юбки тут висят. Вот есть симпатичные брюки из ткани цвета Electric Blue. Мне нравится, что внизу есть разрезики. Красиво на каблук могут они наброситься или на кеды, кроссовки. И вот эти ничего. Особенно если вы их дома отгладите, отпарите. Такое купить можно. И вот эти мне, кстати, нравятся. Смотри. Ну, чтобы вы не думали, что мы зашли обосрать резерв. Кстати, прикольные. Вот классные трикотажные такие смешные мягкие брючатки. Смарник как будто чуть-чуть, да? Да, да. И сюда хочется какое-то такое поло еще надеть. Либо с таким же узором, либо, например, зеленого или голубого цвета. Может быть, белое. Или вот такую маечку в рубчик. Красивое вот эти мне нравятся. Ты еще попкорн нашла? Вот еще попкорн текстуры. Но мне вот то больше нравится, оно помоднее выглядит. Так. Вот какое-то зеленое пальто. Я очень похожее недавно в ЦУМе видел, в мужском отделе Валентина. Вот такое. Вполне тоже можно было бы себе купить на осень. Смотрите, пальто с таким сглаженным немножко плечом, вточной рукав. Пальто Кокон. Похоже немножко на Баленсиаго. Смотри. Тоже в огромном размере, если взять, будет хорошо. И вот с такой юбкой напиндюрить осенью будете ходить. Разные оттенки зеленого. Ой, вообще супер. А Шу тут у нас тренды начинает анализировать уже следующего сезона. И у Гучи нашла тренд, который точно зайдет. Это разные оттенки зеленого в одном луке. Вот как здесь. Да, смотрите, видите, здесь есть и холодный зеленый, и теплый зеленый. И вот это все вместе, это вот тренд. Вот посмотрите на эту кучку. Вот эта кучка по цветам тренд. Вот все вместе в одном луке. Какой же мы полезно раз. Да, например, жакет такого цвета, брюки такого цвета. Топ какого-то холодного зеленого. И еще один зеленый добавить можно. Так. Боже, ну все просто с ума посходили. Тут очередь, смотрите, какая. Вот здесь начинается. Это все очередь в примерочную. Вот она. И там еще очередь на кассу потом соберется. Ботеги чуть-чуть. Смотришь, смотришь. Какие-то смешные такие нейлоновые мягкие сумки. Плетеные, похожие на Ботега Венета. Падет Кассет называется. Сумка у Ботега так. А мы на днях искали казаки. Кстати, найти не могли. А вот в резерве казаки есть, что неожиданно для летнего сезона. А мы казаки любим, вы знаете. Но редко носим. Там 4999 рублей они стоят. И нам бы пригодились. Да, вообще. Ну, будем знать, что за обувью в резерв. Давайте с резерв заканчивать. Будем выставлять оценки. За дизайн – трайбас. За качество – трайбас. За порядок в зале – трайбас. Потому что очевидно, что магазин экстренно открылся. И не ожидали потока такого большого, хотят сказать, туристов, покупателей. В середине дня здесь уже полнейшая катастрофа. Но напомню, сегодня суббота. Мы, как обычно, по традиции, в выходной день приехали на шопинг. Много-много людей. И зал поддерживать в порядке не успевают. Но все равно, нашли какие-то на нём чего вещи симпатичные. Нет, мы нашли симпатичные вещи. Просто пойдете в резерв, готовьтесь к качеству на троечку. Но что-то неплохое здесь есть. И джинсы, если вы не дорогие. И за джинсами. Пойдем куда-то ищу. Пойдем поищем, куда мы пойдем. Можно примерчик неудачного стайлинга вам покажу? Вот мы сейчас находимся у витрины магазина Пинко. И вот так, девочки, не надо. В чем здесь проблема? Все акцентное. Уж я не говорю про то, современное или нет. Здесь и летнее платье с буфами. И пояс-корсет агрессивный. И вообще неподходящий, неподдерживающий. И даже не спорящий с платьем. Они просто ругаются в прямом смысле слова. Босоножки, кстати, хорошенькие, симпатичные. Но явно не ко всему этому. И еще и сумка зеленая с цепью. Ну, как бы на манекен обычно надевают то, что должно привлечь внимание. Ну, как внимание привлекло, конечно. И это должна быть рекомендация клиенту. А это что за рекомендация? Пинко. Очень ткани разные. Хлопок легкий, длетний. Ну, я про это говорю. Они все не взаимодействуют друг с другом. Зарина. Давно мы в Зарине не были. Зарина недавно выпустила коллаборацию с российским брендом Ruben. И, возможно, что-то в Зарине мы найдем. Там, кстати, насколько я понимаю, магазин в новом дизайне. И посмотрим, что в Зарине можно купить. Так, на этом этаже есть еще Туби Блоссом. Это тоже российский бренд. Здесь есть Топ-Топ. Это питерский бренд. И вот, собственно, Зарина. И давайте я вас познакомлю с нашей коллегой улыбчивой, невероятной девушкой. Это Марьяна Елисеева. Лицо Зарины в этом сезоне. Марьяна. Ну вот, здесь нам подвесили рекомендацию фэшн-блогера. Это Мария Лист. И Мария Лист рекомендует это платье. И у меня сейчас вопрос к Зарине про ожидание реальности. Но здесь ни цвет не соответствует реальности, ни вещь. Просто если бы я увидел на картинке это платье, я бы явно не думал, что оно выглядит вот так. Платье стоит 4599 рублей. Ткань очень тонкая, прям очень тонкая. И не очень приятная. В общем, Маша Лист рекомендует что-то не то. Но при этом рядом с этим платьем висят симпатичные очень джинсы. Смотрите, силуэта straight. Даже с модным таким элементом здесь вырезаны карманы. Джинсы прямого силуэта. Тут будет только вопрос, с каким бельем такие джинсы носить. Видимо, со стрингами. Потому что вот эта часть, соответственно, обнажит ваше тело. И в руках ушу вот такое платье из плотной ткани, струящейся. Это рубан, да, Зарина? Или просто Зарина? Нет, просто Зарина симпатичная. 2799 рублей. Ну, вот это платье похоже на рекомендацию от фэшн-блогера. Вот. Да, проверим. И скроенное по косой хорошо будет сидеть. И ткань, правда, плотная. Девочкам с формами такое платье наверняка понравится. И джинсы эти тоже рекомендовать могу. Стоят 3999 рублей. Забавно в свой гардероб можно интегрировать это. Это такие шорты удлиненные белого цвета. Из приятного на ощупь денима, такого достаточно мягкого шорта. Эти стоят 2999 рублей. Их рекомендовал бы тоже купить побольше, чтобы они сидели на бедрах. И вот могут торчать как раз-таки здесь, например, а-ля семейные трусы, которые мы вам показывали в магазине Юбона. Ну, вот на лето есть такой объемный мягкий жакет бледно-желтого цвета. Ну, вот если нитку вот эту на подмышке мы оторвем, то в целом будет, ну, жакет на лето. Ну, если вы хотите чувствовать себя комфортно и скрыть, например, какие-то недостатки фигуры, если вы пышную форму недостатками считаете, то на лето отлично. Внутри может быть какое-то легкое воздушное платье, те же самые какие-то светлые шорты, тельняшка нейтрального оттенка, например, желто-белые полоски или бежеватые полоски. Тоже будет хорошо. Жакет стоит, а, ну, кстати, не так дешево для такого жакета, 6000 рублей. Ну, жакет как жакет, бог с ним. Майки хорошенькие, Саша, смотри. А, вот это мне нравится. Какой классный цвет еще. Смотрите, хорошие, так называемые, пододевалки. Такие маечки в лапшу, интересных оттенков замыленных. Замыленный коричневый, замыленный бежевый, вот такой лаймовый, голубой, лавандовый, вэри-пери, скажем так. Цена 799 рублей. Да, вот это можем смело рекомендовать и даже качество хорошее. Смотрите, все здесь ровненько, ниточки у нас не торчат, а пододевалки, как говорится, нужны всегда. Вот даже на мне тоже сегодня пододевалка, какой-то жакет и внутри вот такая маечка хлопковая. Еще вещи, которые мы любим, это юбочки вот такие скроенные по косой. Вот все здесь у нас тянется. И помните, да, я вам показывал в Yvonne более модную версию. Узковатую, с разрезами и практически в пол. Вот это такая стандартная, скорее, модель. Но у меня здесь тоже вопрос сейчас будет к качеству. Вот это вот все выворачивается, резинки здесь никакой нет. Вот это все не обработано. Видите, вот здесь у нас клеевая еще торчит. Ну, готовьтесь, если будете онлайн заказывать. Юбка стоит 1999 рублей. Но лук симпатичный сделать можно. Вот такую маечку, вот такая юбочка по косой, какой-то жакетик на плечи или джинсовка. И будет вам счастье. Я скажу так, мне кажется, что очень много товара в зале. Очень плотно все висит. И из-за этого это выглядит не премиально, скажем так. Иногда проблема в том, что у магазина недостаточно большой склад. Поэтому в зал вывешивается много вещей. Но согласитесь, как только вещей вот так много, они висят так плотно, это не выглядит дорого. А презентация важна. Вот симпатичный твидовый жакет. Но что бы я точно сделал, это замена пуговиц. Супер дешевые пластмассовые пуговицы. Вообще не выглядит дорого. Жакет купить можете. Такое рыхлое букле. Он как будто бы винтажный даже. Но пуговицы точно заменить. Сходите в магазин фурнитуры. Вам надо купить 6 пуговиц. Я бы еще сюда по одной добавил. Можно какие-то золотые, в винтажном стиле. Можно разные. Здесь бусина. Здесь какая-нибудь золотая с плетением. Здесь какая-нибудь черная с золотым элементом. Здесь с гербом. Будет смотреться очень классно и отлично. Вот эта вот женщина. Лук запилишь? Да, казаки сюда, корзина. Вот эта рижанка такая. Жень Дамас. Ну вот, мы лук за Арине составили бесплатный. А давай вообще по магазинам ходить с манекеном и будем манекен наряжать. Это было прикольно. С собой таскаем вот такой манекен. Так, ладно, жакет окей. К нему есть еще микро-юбочка. Мини-юбки сейчас очень актуальны. Один из трендов сезона. Это мини. Есть вот такая юбка из твида с небольшим разрезиком. Вполне можно носить вместе. И, как вы понимаете, по отдельности. Жакет с джинсами потом, стильняшкой внутри. Здесь и шелковая блуза, может быть, и футболка, и та же самая белая маечка. Единственное, для меня здесь такой противовес. Немножко зимний, как будто бы юбки по фактуре и вот этого топа. Но теоретически можно, конечно, если вы не очень потливы. Так, ну здесь какой-то жакет. Смотрите, вот этот точно могу рекомендовать. Гляньте. Пуговица в целом неплохая. И посмотрите, какая здесь интересная находка. Глубокий запах. Вот этот кармашек видно не полностью, как на классических жакетах. А он спрятан под лацкан. И вот эта деталь мне нравится. Смотрите, здесь шлицы не на спинке у изделия, а вот здесь под карманами. То есть, в целом, это даже похоже на такую дизайнерскую вещь. Если кто-то будет не знать, что вы это купили в Зарине, при правильном стайлинге, это будет смотреться здорово. Ах, вот он. Жакет из коллекции Рубан Х Зарина. Вот. Вот здесь есть дизайнерская мысль. Кривоват немножко по исполнению, но это, опять-таки, признак, к сожалению, масс-маркета. Но он неплох. Вот этот жакет рекомендую. Это остатки, видимо, коллаборации. Он стоит 5999 рублей. И это хорошо. Особенно, если вы любите стиль кочевника. Такой бежевые оттенки, песочные оттенки, что-то нейтральное. Это хорошо. Ну, это платье на пляж опять. Да? А я бы с косухой наделась, ботами, я бы с косухой. Ну, для меня у него пляжная немножко, пляжная фактура. Потому что оно хлопковискозное. Да? Меня вообще не смущает. Ну, видите, разные люди, разные мнения. Вот Шу такое платье из Зарины таскала бы с косухой. Платье стоит 2599 рублей. За кого вы голосуете? За меня или за Шу? На пляж или в город? Пишите в комментариях. Ну, вот смотрите, наверняка это не дизайн. Ну, вот такой жилет-рубашка. Но здесь вот это все, вот эти вот торчащие нитки настолько портят все впечатление. И вот это явно тоже не дизайн. Это отсутствие контроля качества на производстве. Зарины, я вас очень люблю. Мы часто в Зарино вещи покупаем. Но хочется, блин. Но хочется, чтобы все было максимально хорошо. Здесь тоже. Вот брюки Зарино Стайл. Ну, можно получить ответ на вопрос, что это? Вот пропущенная строчка, видите? Вот здесь должна была идти строчка. А потом она съехала. Здесь все разошлось. Вот внутри это все выглядит так. Но если нет возможности произвести сложную вещь, а вот такие брюки это сложная вещь, ну, может быть, просто не надо их запускать. Ну, что это? А цена? Цена? Это Рубен Зарино тоже, кстати. Цена 4 тысячи рублей. Ну, это нехорошо. А вот это симпатично. А вот это миленький. Смотрите, такой жакет, рубашка из хлопка. Похожа немножко на Шанель. У них были рубашки такие подстреленные. Резинка бесит, нет? Ну, бесит, но не сильно. Такой немножко хлопковый бомбер. А вот Шу сейчас вот так сделала, и мы с вами могли бы этот хлопковый бомбер Зарино Икс Рубен превратить в миу-миу. Немножко берете ножницы и просто отрезаете вот этот низ, чтобы нитки прям торчали. Будет вам миу-миу. Стоимость этого бомбера 4600. Это мне нравится. Ну, джинсы как джинсы. Такие джинсы-кюлоты немножко. И здесь еще есть жакета закокожа, но тоже похожа немножко на жакет из пакета полиэтиленового. Вообще ненавижу вот этот вот. 4999. Нет, это нам не очень нравится. Вот это правда симпатично. Берем и отрезаем, отрезаем. Даже застрачивать не надо. Вот еще, мне кажется, симпатичная вещь. Юбка из денима длины миди. Смотрите, на лето отличная с разрезом Шу. Да, прикольная. Вот так прям делаете. И черные контрастные шлепки вьетнамки кожаные. Вот так мне нравится. Это хорошо. Вообще, 90-е сейчас супер актуально. И в руки еще такую сумочку багет можно взять. Тоже черного цвета. Будет отлично. Юбка стоит 2999. И ей можно простить небольшие недоработки по качеству. Потому что здесь есть торчащие нитки. И вот это все оправдано. Ну, давайте про вот эти пирожки али оба тегу вене-то в принципе забудем. Но как-то уже даже не смешно. То есть, когда они были супер актуальны и все их повторяли, понять еще можно было. Потому что все их хотели, а стоили они действительно дорого. Вот этот пирожок уже стоит 2999 рублей. Но этот пирожок, скажу я вам, давно протух. Давным-давно протух. Кеды дешевые. В Зари не появилась обувь. Раньше никогда не было. И если у вас нет большого бюджета на обувь, можете купить себе одноразовые кеды. На один сезон, я думаю, вам и хватит. Стоят они 2999 рублей. И нам, как телевизионным стилистам, такие кеды подходят. Потому что мы часто героиням программы предлагаем белую обувь. И вот такая будет нам стоить недорого. В кадре будет смотреться здорово. Но я могу отметить, что это реально обувь на один сезон. То есть это сезон и на выброс. И это, как вы понимаете, не экологично. И не совсем современно. Поэтому инвестируйте в обувь. И покупайте обувь чуть дороже. Например, есть магазин Тамарис. Мы недавно там были. И купили там добротные кеды. Они стоили 8000 рублей. Но они и качество получше. И в коже натуральной. И несколько фасонов там можно было выбрать. Но если бюджета нет, то эти в целом неплохие. Много вещей пляжных. На самом деле, если на море куда-то поехать, и ставить пляжный гардероб, то вполне себе можно. Какие-то вот тонкие. Ну, шо, знаешь, сейчас возможности поехать на море будет у 2% населения. Сочи, там Геленджик. Ну, Сочи, Геленджик. Ну, вот на море, кстати, это бы я, правда, посоветовал. Мне очень нравится. Платье с открытой спинкой, резинка, хлопок. Чуть-чуть прозрачное. Наденете на купальник. Даже если контрастно будет прозрачно, будет отлично. Вот это на море точно можно купить. И стоит это платье 3999 рублей. И можно даже прям его помять, чтобы оно было мятым. Моднее выглядеть будет. Так, предлагаю выставлять оценки за развеску в зале. Я ставлю 4 с натяжкой, потому что вещей очень много. И все вещи не поглажены, не отпарены, вещи не приводили в порядок. Из-за этого складывается не совсем верное впечатление. Но у меня есть положительная штучка, что по цветовым зонам есть градация. Окей, это удобно для клиентов. Есть градация по цветовым зонам. И мы явно в магазине нового дизайна. Мы даже видим новое лого Зарина, более такое лаконичное. Есть манекен-группа, даже какой-то симпатичный цветок стоит в центре зала. Поэтому я говорю, 4 с натяжкой. За дизайн, к сожалению, я бы поставил тоже четверку. Да, есть неплохие. Есть неплохие вещи. И здорово, что бренд коллаборирует с нишевыми российскими брендами, как, например, Рубан. И до этого еще коллекция с Лиси Неба была. Но все равно 4. Ну, качество хрома. Да, из-за качества я поставил бы даже тройку. Потому что очень много кривых швов, очень много недосмотренностей, очень много торчащих петель. Трояк. Трояк. Зарина, вы, пожалуйста, не обижайтесь. Мы вас, правда, любим. И в программы свои интегрируем. Мы, правда, покупаем вещи, но нужно потратить время, чтобы купить именно то самое. Либо потом потратить время, чтобы привести вещи в порядок. Да. И смена фурнитуры тоже могла бы вещи сделать визуально дороже. Я вот что-то на топ-топ стою, смотрю. Ну, пойдем забежим. Давайте быстренько в топ-топ еще глянем, что продается, и будем сворачиваться. Пойдемте. Здрасте. Давайте сразу отметим то, что в топ-топ можно купить прикольную обувь. Ну, например, вот такие белые лаковые туфли с острым мысом и пластмассовым сердечком. Немножко Сен-Лоран, почему бы нет. А вот там я еще вижу заигрывание с фишкой бренда Мач-Мач. Так он называется? Мах-Мах. Мач-Мач. Такие туфли с блестящими бантиками. Вот здесь есть смешные туфельки на, кстати, достаточно комфортном каблуке. Вот с такими минималистичными бантиками. Классный прием контрастных цветов. И хочу посмотреть, сколько они стоят. О, это очень дорого. Они стоят 18 тысяч. Ну, они, наверное, кожаные, но... Ну, ладно, интересные. Интересные, но 18 тысяч очень дорого. Коль Симон Роша. Да, Шу нашла немножко Симон Роша. Интересные вот такие здесь буфы на бедрах. И важный момент, я бы тоже рекомендовал покупать огромный размер. Чтобы оно висело. Чтобы оно висело и надеть еще на какой-то слой. Может быть, чтобы внутри была блуза с буфами. Вот что-то такое. Замиксовать. Вообще, вдохновитесь, Симон Роша. Это очень интересный бренд. Очень много интересных стилистических фишек. Можно там обнаружить. Шу бренд обожает. Цветок необходимо привести в порядок. Он уже умер. Цвет в Эрипэре, кстати, наверное, мне больше всех из этих нравится. Вот этот оттенок классный. Ну, либо прям кипенно-белый брать, кстати, отличное платье для невесты. Если свадьба летом, классное платье, не жалко будет. Можно его и загваздывать в конце свадьбы, и танцевать в нем будет удобно. И сделать какую-то смешную ржачную фату. Или доиграть все это в рок-н-ролльном стиле. Купить грубые боты белого цвета. Какой-то чокер смешной. И сделать небрежную прическу. Или, наоборот, убрать в такую гладкую гульку. Во, свадебное платье в топ-топ за 13 990. Просто, ну, честно скажу, дороговато. Я был уверен, что будет стоить тысяч восемь. Дороговато. Тренд сезона. Всевозможные корсеты. И вот эта вещь, кстати, в топ-топ мне нравится. Смотрите, здесь такой корсет с китовым усом внутри. Корсет стоит 4 990. Нам подходит. И, кстати, похоже по дизайну на топ-шоп. Помнишь? Был такой бренд топ-шоп, который, к сожалению, из России ушел. И вот это очень в стиле топ-шоп. И девушкам смелым порекомендовать могу. И вот тут даже прям на голое тело надевайте, чтобы здесь были какие-то джинсы, например. В стиле Белла Хадид можно луки собрать. Или вдохновитесь. Вивьен Вест вот тоже хороший вариант. А может, ее прикрутить надо? А я бы уже пытаюсь. Что тут вешалку сломала? Пытаемся починить. Девушка сказала, что у них часто ломаются. А, там резьба слетела. Резьба слетела, поэтому повесим вот так. Брюки карго мне нравятся. Потому что можно снизу их затянуть. Единственное, я заменил бы шнурки. Шнурки вообще не годятся. Карманы неплохие. И верх простоват для меня, честно говоря. Вот здесь хотелось бы что-то чуть более сложное по дизайну. Но если верх вы прикроете, будет то, что нужно. И тоже покупайте побольше, чтобы они на бедрах сидели. А сейчас вообще все гоняются за брюками карго от российского бренда Планта Роса. Все модницы носят только их. Настюшка Ивлеева и Настя Миронова. И вообще все-все-все. Стоят они около 30 тысяч рублей, по-моему. Так, 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 так. Так, так, так. Ну, жакетов топ-топ точно нет. Очень некрасивые лацканы. Вот этот смешной, кстати, да, на лето вязанный кардиган. И мне нравится этот вымытый зеленый цвет. Он такой интересный. По качеству классный. Очень хорошо исполнен. Топ-топ студио. Стоит 10 тысяч рублей. Точно могу рекомендовать. И интересно пущены косы. Это хорошо. И давайте глянем, что там. Будем сворачиваться. Ну, вот туфли какие-то здесь дизайнерские. Но все без ценников. А, вот 10 тысяч рублей. Рубашки. Боди пола. Кстати, вообще такого никогда не видел. Пола и боди. Не очень. Пола и боди. Шу говорит, что это не очень. Вот эти кардиганы вообще супер здесь. Очень классные. Вообще претензий не имею ни к качеству, ни к дизайну. 9,990. Это хорошая вещь. Подходит, да. Подходит. А вот это что? Цвет очень красивый у пальто. Смотрите, какого красивого цвета пальто. Лазурный он называется. Вот, шу подсказывает лазурный. Ты, наверное, понтоном воспользовалась, да? Изучила данные института понтон. Да, института. Очень красивый цвет. И хорошо поработали мерчендайзеры. Красиво лазурный смотрится с вот этим цветом гуакамоли или лайм, если хотите. И вот сюда можно добавить коричневый или розовый. Вот, не знаю, вот туфли просто приложу по цвету, чтобы вы поняли. Вот цветовое сочетание модное. Смотрите. Каким брендом можно представить? Ну, Виктория Бекхам, наверное. Версачи. Версачи использовали такой же прием. Но у Виктории Бекхам вещи более минималистичные. Это прям про Вику. Про Вику, как про подружку говорю. А у Версачи еще просто принт внутри интегрирован, поэтому там посложнее. Многих это пугает. Но вот это цветовое сочетание прям супер. И коричневый. Да. Прям. А Версачи можно же посмотреть с точки зрения просто цветовых сочетаний. Да, потому что там очень сложный стайлинг. Мне он, кстати, нравится. Но Версачи не все понимают. Ну, в целом для картинки это ничего. Но у меня опять вопрос к продавцам. Видите, платье уже замызгали. Здесь тональный крем от примерки. Я, конечно, рекомендую из зала эти вещи убирать. И приводить в порядок. Тем более, платье стоит недешево. 12 тысяч рублей. И хотелось бы купить его чистым, естественно. Или делать платье для примерки. Ну, как бы взять в каждом размере по одной единице. Наверняка эти платья имеются. И в примерочной давать надевать вот некое универсальное платье. А в продажу уже выпускать вещь чистенькую. Вот немножко Амина Муади за 17 тысяч рублей. Но ножки тут, естественно, как вы понимаете, вспотеют. Есть вот в таком цвете туфли с бантиком. И вот такие черные с бантиками зелеными. Вот эти туфли мне действительно нравятся. Но я считаю, что дороговато. Дороговато. Вот, вот это красиво. Вот это очень красивое платье. Рекомендую, в общем, кардиган в косах. И вот это платье. Очень красиво. Супер. Выглядит очень дорого. Это прям Изабель Моран или Ульяна Сергеенко немножко. Посмотрите, какое хорошее исполнение. Как здесь красиво пришито вот это кружево. Как красиво исполнен воротничок. Оно не грязное, не замызганное. Я бы еще сюда один валан кружева добавил бы. Вот здесь, чтобы еще кружево торчало какое-то. Ой, вот это очень красивое платье. Вот это супер находка здесь. За 10 990 рублей. Вот стоит всех этих денег. И оно очень красивое. Очень красивое. С казаками, грубыми плотинками. Вот это супер. Такой Эрдем. Смотри, с лентами. Прикольно. Ну вот тут опять-таки хорошая идея с лентами. Но ленты как будто бы просто упаковочные. Но они очень дешевые. То есть это платье вытянули бы красивые, атласные, дорогие ленты. Ну идея классная, да? Ну идея классная. Кстати, вы это можете сделать сами. Если у вас есть похожее платье, купите красивые ленты, атласные, прям плотные. И будете завязывать на красивые банты их. Шу, ну мне кажется, что все. Подводим итоги. Топ-топ получает у нас за дизайн-магазин, за развеску 5. 5. Потому что красиво, что вещей немного. Вещи висят в хорошем смысле редко. Можно все рассмотреть. Пятерка точно. За качество... Ну 4, наверное. Я поставлю 4. Пятерка точно нет. Но есть вещи, которые действительно исполнены хорошо. Это вот это платье мелкий, цветочек, кардиган и обувь. Ценовая политика, наверное, 4. Потому что... Чуть-чуть завышенные. Завышенные цены. Знаем, как тяжело российским брендам. Ну тяжело, но дорого, я считаю. Для уровня, который мы здесь видим, четверка. Но в целом в топ-топ точно заглянуть можно. Купить есть что. Но надо быть очень-очень внимательными. Да. Ну и для картинки, кто, например, пилит контент. Да, бренд для инфлюенсеров. Ну я знаю, что топ-топ с многими работает. Многим платят. Многие делают обзоры платные. Наши обзоры честные, настоящие. И такой бренд для контент-криэйторов. Да. То есть вот тут все эти буфы, платья, разноцветная обувь. Вообще можно заполнить свое соцмедийное пространство крутилками вообще на ура. Так, мы с вами прощаемся. Вы смотрели Рогов Лайв. С вами была Александра Рогов, мадмуазель Шу. Шу покупки совершила только в Ювона, Москва. Так что вы понимаете, это действительно знак качества. Ждите лучки. Да, ждите лучки. Мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на телеграм-канал Шу. Как там называешься? Ольга Шу. Ольга Шу. На мой телеграм-канал. Я там называюсь Рогов24. Мы рассказываем там вам и о моде, делимся какими-то секретиками своей жизни. Пускаем вас в нашу тусовочку. А пока давайте прощаться. Чао-какао. Будьте модными, не теряйте себя. Носите классную одежду и инвестируйте в свой гардероб грамотно. Пока. 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 Ой, господи. Продолжение следует. А. Ольга Шу. Продолжение следует. А.